Сегодня захватил, раньше обещал, вот эта книжка, которая говорила на предыдущих встречах, «Передовой народ земли». И здесь очень интересно, один мой друг передал книжку мне, тут очень интересные мысли. Книга Андрея Боровского, автор, называется «Передовой народ земли». И вот что тут пишут о том, что было в 20 веке в России? Весьма любопытные точки зрения, которые мало кто рассматривает, которые весьма красочно станут понятны многим. Значит, следующее написано. Эксперимент поставили. Я все, я не буду читать, потому что я читаю самое важное. Жертвами эксперимент доказывался не пингвины, а мы с вами. Что получилось известно? Историческая Россия ценой своей гибели доказала не только не выполнился. Если бы только не выполнился. Россия доказала, что, если хотите, нелепость и пошлость этой вековечной миссии, ну, коммунизм и так далее. Понимаете, да? Оказалось, дешевка – это не мечта. До сих пор далеко не до всех дошла простая, в то же время очень странная, страшная истина. Россия – это страна великого еврейского разочарования. Есть евреи, которые этого ей не простят. Никогда. Все евреи, для которых эта мечта, в кавычках, по-прежнему важна, никогда не произойдет того, что она оказалась такой нехорошей. Да, нехорошей. Они изо всех сил постараются объяснить, что это не мечта дерьмовая. Я просто читаю эти слова, они свои, но тут соответствует суть. А страна оказалась неправильная. И не только страна, и народ в ней не такой, как надо. То ли дело евреи или немцы, работящие честные. С ними вот сезонизм будет построен. Сейчас продолжу дальше читать, я немножко насчет честности и работящихся евреев. Забавно, интересно. Те, кто евреи, выехали в Израиль, вот там же, они все евреи, так? Кому-то нужно, извините, туалет мыть, кому-то за станками стоять и так далее. И вот забавный случай того, что работящие честные евреи. Это не идично, я просто спрошу забавный случай. Один еврей работал на фабрике кожевельной, неважно, обрушил и так далее. Приходит получать зарплату. Ему плачет зарплату. Значительно меньше, чем то, что нужно получить. Он спрашивает, в чем же дело, я же все хорошо работал. Он говорит, пошли. Приводит в комнату с видеокамерами. Говорит, смотри, включает, показывает. Видишь, ты украл в фабрике такие кожи. Стоимость этих кожи столько. Мы их вычли с твоей зарплаты. Если такое повторится еще раз, мы тебя уволим. Честно и так далее, да? А я дальше читаю. С ними эту ненависть разделят все коммунисты всего мира. Все, кто и сегодня бормочет, что о правильном социализме, о том, что его на самом деле надо, как надо построить. Все, кто виновен в неисчислимых преступлениях, совершенных в России, их недавние потомки, никогда не просеют России как раз того, что она была их жертвой. Если бы они залили Россию кровью русских людей и сумели бы построить свой вожделенный коммунист, все углядело бы иначе. Если бы они убили десятки миллионов людей, взорвали бы десятки тысяч храмов, расстреливали бы беременных женщин и иконы, не звали бы из народовую Москву, истребили бы саму историческую память народа, но зато, кавычка, построили бы рай на земле, загнали бы человечество железной рукой в счастье и уцелевшие, возблагодарили бы экспериментаторов, восславили бы экспериментаторы, и преступления казались бы оправданными. А так? Ну, понятно так, да? Вот я специально зачитал дословно из этой книжки, потому что весьма наглядно показывается, что оказывается, мы с вами виноваты, что наши с вами предки уничтожали, резали и так далее. Потому что чья-то бредовая идея, возникшая больную мозгу, оказалась нереализованной, а теперь нужно отвечать за преступления. И вот смотрите, как начинает подниматься. Ну, не в курсе, нет, в прошлом году был организован круглый стол в Думе, в Госдуме, по поводу геноцида русского и других коренных народов России. И после этого круглые столы пошли по многим родам России, организованные именно нашими движениями. Очень многим это не нравится, понимаете? Уничтожены многие миллионы и миллионы людей, только потому что действительно чья-то бредовая идея никуда не годится. Что-то в Израиле они коммунизм не строят почему-то. Пожалуйста, стройте. Там они и хотят строить. Но это особый разговор. Поэтому даже в этом разрезе можно понимать, почему Россию так любят, в кавычки. И еще один аспект. Мы вот должны тоже осмыслить ситуацию несколько по-другому. Почему? Пока существовал Советский Союз, то, что все были оголтелы на стороне против России, ну, Советского Союза в частности, и Россию в частности, все было понятно, да? Это коммунистическая система, это капиталистическая, они противопорожны друг другу, и так далее, и так далее. И другие страны ненавидали Советский Союз и Россию в частности, потому что они Советский Союз, они Раши называют, все равно Россия. Было вроде понятно, правильно же? Ну, коммунистическая социалистическая система урожает их благосостояние, и так далее, и так далее, их идеологии и тому подобное. Ну, хорошо. С 92-го года социализма не существует. Россия тоже стала, так сказать, на дикий мурганный капитализм пока еще. Кразовалась бы одна и та же система. Вопрос. Тогда почему так все продолжают ненавидеть Россию? Не задумались? Все, нет противостояния. И там, и там одинаковая система. Значит, оказывается, дело не в строе, которое существует на территории нашей страны, а именно в нашей стране и в народах, которые ее населяют. Всем паразитам страны, именно во первых горлах, стоят именно и страна, и народы, которые населяют нашу страну. Вот это мы должны с вами уяснить. С моей точки зрения. Понятно. Почему-то это никто не поднимает вопрос. Ни разу не слышал. Вот такой простейший анализ ни в средствах массовой образования, ни в газетах, ни в журналах, ни на телевидении, ни на радио. А почему это? Напрашивая вывод сам собой. Почему именно, когда уже нет врагов, когда все уже вроде друзья и братья, Россию... Так вспомните, что происходило недавно, в 2008 году, когда Грузия на Южную Осетию напала. То, что в 18 часов задержка была в ведении войск, это, конечно, очень хорошо, потому что... Но, тем не менее, сразу же тут же начали решать санкции против России. А ведь все прекрасно знали, кто на кого напал. Вы думаете, они не знали? Вы думаете, они не знали, кто на кого напал? Да прекрасно, потому что они сами это организовали. Вы знаете, американцы, израильтяне, там все это подоставили, и так далее, и так далее. И, естественно, все НАТО прекрасно знало. Вопрос, почему же тогда, если они знали, кто реально напал на то же самое Южную Осетию и начал уничтожать людей, мирных жителей, тут же повесили всех сапог на Россию. Потому что выгодно было. Выгодно, потому что средства массовой информации это оружие. И весь мир был очень сильно уверен, что именно так и произошло, потому что огромная Россия напала махоньку, не знаю, такую бедненькую, ну, просто, ну, лопушечку такую, грузию, беззащитную, такую, ну, ясно, да? И смотрите, когда все-таки доказали, что не так, хоть кто-то извинился за то, что обливали грязью России и так далее, и так далее. А не дай Бог, что произойдет в России, как-то высказывание и так далее, и так далее, против кого-то, тут же шум на Западе. Поймите следующее, что уничтожать не строй собирались и собираются, уничтожать, в первую очередь, народы, которые живут. И русский народ, это самый многочисленный, до сих пор, по последней переписи, более 82% населения современной России русский народ, русы, точнее. Именно мы являемся бельмом, который хотят уничтожить. Вместе с другими краинными народами. И вот когда начинают говорить, вот почему вы говорите о русском народе, я всегда говорю, русский и другой коренный народ России. Почему? Потому что действительно, во-первых, по ЮНЕСКО правилам, если в стране население одной национальности более 70%, 70% и более, по законам ЮНЕСКО, она считается мононациональной. Неплохо? А у нас даже более 82%. Но это не значит, что другие народы прижать и так далее.